Всем привет! Здравствуйте! Да, здравствуйте! Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли интернет? Просто я уже всем своим обещала, что я выйду в ближайшее время на связь, искала место с интернетом, нашла лапшичную интернет, отлично, потому что, честно говоря, в последнее время достаточно часто обламываюсь с интернетом. Аслан, если вам не слышно, видимо, что-то у вас там, потому что все говорят, что хорошо. Почему-то в последнее время обламываюсь с интернетом в общественных местах. Он, как правило, не очень хороший, а в офис я уже не успеваю сегодня доехать. Итак, у нас есть в нашей команде традиция. Каждый месяц в начале месяца мы проводим рабочие встречи, онлайн или оффлайн. И на этих рабочих встречах мы обсуждаем... Да, все сидят. Но у меня просто из дома особо не поперископишь, потому что у меня дома... Вот так вот всегда. Хотя сейчас парни в садике, сейчас я как раз с вами пообщаюсь и поеду в детский сад. Так вот, есть традиция, мы проводим рабочие встречи в начале месяца по итогам предыдущего. Туда попадают люди с разными, там, участники системы, активные менеджеры, суперактивные менеджеры, ну и так далее. Бывают разные градации для кого. Но у нас в бизнесе на этих выходных будет событие, перед которым нет никакого смысла делать рабочую встречу. Ну, вы, наверное, понимаете, почему. Ну, потому что день рождения компании внесет свои коррективы в нашу тактику работы. Я, более того, видя те анонсы, которые делаются, слышат те слова, которые говорил Дима, я понимаю, что, мягко говоря, внесет свои коррективы. Благодарю. А можно мне чай зеленый? Сейчас, one second. Есть синча, молочный лун. Молочный лун. Благодарю. Вот, соответственно, сейчас я буду есть утку и пить молочный лун. Вах. Так, платье, про платье. Готовлю борщ, круто. Платье еще не купила, и, похоже, это будет даже не платье. У меня что-то как-то все складывается вне платья. Ну, ладно, не буду. Это детская... Че за город у тебя? Да, извините, вы туда точно на ту трансляцию попали. Потому что те, кто меня смотрит, я думаю, что вы знаете, что я нахожусь в Москве, в центре Москвы. Вот я рядом вижу Курский вокзал. В общем, мы здесь. Здравствуйте. Итак, но, несмотря на те тактические изменения, стратегические, которые произойдут, о чем мы узнаем, как мы замотивируемся и какие новости нас ждут по поводу новых, не могу говорить о чем. В общем, скоро мы все узнаем и увидим, и прочувствуем. Так вот, есть вещи, которые не изменятся в любом случае. Да. Есть такое понятие в бизнесе, в продажах, как воронка продаж. И у нас это понятие тоже есть. И я сегодня хочу с вами поговорить о нем, провести, ну, назовите это так. Сейчас давайте проведем небольшую открытую рабочую встречу для всех, кто интересуется бизнесом нашим. Но, в принципе, то, о чем я буду говорить, по большому счету, оно может быть эффективно не только для нашего бизнеса. Я часто замечаю, как люди, успешно занимаясь или запуская наш бизнес, параллельно начинают делать что-то еще, и когда они меняют тактики и подходы к другим делам, они начинают переть. Вот даже сейчас я вижу по себе, что у меня сейчас начинают открываться какие-то новые двери, новые направления, которые я даже не предполагала, но вырастая в бизнесе, работая над осознанностью, над компетентностью, начинают что-то проклевываться, плюсовое, какие-то дополнительные опции. Итак, воронка продаж. Что такое воронка продаж? Это некое понимание, что есть система действий или некий алгоритм, в котором есть переменные, и эти переменные влияют на итоговый результат. Вот у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какой результат мы хотим в бизнесе, в сетевом? Мы занимаемся сетевым бизнесом. Что мы хотим на выходе получить? Вот как у вас? Что вы хотите получить на выходе от этого сетевого бизнеса? Квалификацию, пассивный доход. А что такое квалификация? Вот смотрите, деньги, товарооборот, прибыль. Это классные ответы. Но смотрите, вот тут выше прозвучало слово квалификация. Если у вас будет квалификация, у вас априори будут и деньги, и товарообороты, и что-то там, прибыль. Соответственно, давайте оттолкнемся. Вот, пассивный доход, квалификация. Что такое квалификация? Мерседес автоматом будет. Команда свобода, пассивный доход, устойчивую структуру, 300 тысяч доход. Ну, вам ДТ-1 нужно просто открыть, хороший такой, ну, такой, ДТ-1. Сделка. Сделка. Смотрите, мы занимаемся сетевым бизнесом, и вот тут говорили пассивный доход. Так вот, пассивный доход возможен в сетевом бизнесе тогда, когда в вашей команде будут люди, которые будут заниматься бизнесом без оглядки на вас. Нет смысла, на самом деле, в этом бизнесе гнаться за понятием товарооборот, прибыль или деньги. Почему? Если вы будете думать о итоговом результате, как о достижениях ваших людей, и будете простраивать это в правильной геометрии, у вас априори все будет, и деньги, и прибыль, и товарооборота, и мерседесы. К сожалению, люди, которые бьют сейчас за деньгами, они сходят с дистанции, потому что деньги – это то, что, вот, благодарю вас, вырастить под собой самостоятельных менеджеров. Что такое самостоятельных? И что такое менеджеров? Менеджер – это такое, знаете, забитое слово, знаете, у нас сегодня клининг, уборщица называется клининг-менеджером. Так что, ну, по сути, менеджер – это управленец. Но, если смотреть глубже, ну да, вот вы, здравствуйте, вызовите, пожалуйста, клининг-менеджера. Так вот, мне нравится больше слово «предприниматели», то есть выращивание предпринимателей. В принципе, у нас так и записано, что мы выращиваем средний класс предпринимателей, помогаем людям состояться. Чем больше состоятельных и состоявшихся людей, тем лучше сама жизнь. Да. Это означает, что человек, что такое пассивный доход в нашей системе? Означает, что есть люди, которые будут заниматься этим бизнесом без оглядки на вас. Они будут делать это сами, они будут делать это, они будут понимать, как бизнес вывести, делать его растущим. Ну, то есть, грубо говоря, я приведу пример. Если вдруг я сейчас соберусь и уеду в Англию или куда-нибудь там на Таити, на Таити я не уеду, это какая-то безумная идея. То те люди, которые останутся делать этот бизнес в мое отсутствие, это и есть настоящие партнеры. Вот я уже очень давно работаю без такого понятия, как наставник. Меня часто спрашивают, кто мой наставник. Я говорю, что все мои наставники. У меня нет конкретно человека, который конкретно курирует мою деятельность. Ну, так сложилось исторически. Так получилось, такая у меня в НЛ Интернешнл была тогда судьба. Привет. Но именно в тот момент, когда так получилось, что мой его наставник, он ушел из моего непосредственного наставничества, у меня стоял выбор. Либо уйти из бизнеса, либо, наоборот, в нем окрепнуть и стать самостоятельной, понимая, что все зависит от меня. Да, я, честно вам скажу, был вариант, когда я могла уйти, но в итоге я осталась. И я очень рада, потому что потом я начала делать те вещи, которых я раньше была, мне казалось, что, в принципе, не способна. Ну, там, не знаю, держать зал, отвечать, бить за результат твоих людей, доводить результат. То есть вот эти все вещи, когда стала я самостоятельной, я начала вырастать. Так вот, цель нашей воронки продаж, она должна заканчиваться на том, чтобы у нас появлялись самостоятельные партнеры, которые способны заниматься бизнесом и хотят и способны без нашего участия. Если мы научимся это делать, неважно, в каком городе, в какой они стране, какой у них возраст, социальный стад, кто они, неважно. Если мы научимся это делать, то тогда, ура, остаточный доход, свободное время, деньги, признание, статус Мерседеса, все будет. И вот эта воронка продаж, она, по сути, ее можно разделить на некие два аспекта. Первый аспект глобальный – это привлечение людей, а второй аспект – это закрепление людей. И как раз закрепление, и третий, кстати, да, три аспекта, и третий – это когда ты делаешь человека самостоятельным. Сегодня я хочу с вами поговорить в большей степени про первый этап, потому что я предполагаю, что… Скажите, здесь есть люди в квалификации до звезды? Вот вы менеджер, активный, неактивный, неважно, вы новичок, есть до звезды, до звездоченьки. Ну вот, супер. Да, то есть для нас, по сути, когда мы до звездоченьки, наша задача какая? Наша задача – создать широкую первую линию и запустить процесс размножения до звезд дальше. Да, вот в самом начале. Вот давайте мы поговорим, так как я предполагаю, что у вас больше, то давайте говорить про это, потому что это более актуально. Я сейчас возьму вот эту штуку, у меня сохранилась так недавно в блокноте такая штука с звездного марафона, по-моему, это, да? Сейчас я на ней буду вам рисовать. Есть ДС, круто. Для ДСов, я думаю, вообще все будет понятно, о чем я буду говорить. Вот я на ней сейчас буду вам рисовать. Итак, воронка продаж. Воронка результата. Назовем это так. Закончим нашу воронку на том, то есть смотрите, как она рисуется. Сейчас будут каракули в моем стиле. Я еще не прошла каллиграфические курсы. Моя команда меня очень ругает и говорят, что они скоро очень сильно рассердятся и насильно меня запихнут на эти курсы. Я обязательно после дня рождения компании обещаю пойти. Да, у меня просто команда подарила мне на день рождения каллиграфические курсы, потому что все устали от того, что я пишу как врач. Я вот училась два года в медицинском институте, и это навсегда отразилось на моей реальности. Я пишу как врач. Знаете, как в анекдоте, да? Ладно, анекдот не будем. Итак, вот она воронка. То есть, грубо говоря, вот он вход, вот он выход. На выходе мы сегодня обсудим с вами, на выходе участника системы. То есть, наша задача, то, о чем мы сегодня говорим, наши импровизированные, спонтанные рабочие встречи, мы говорим о том, как создать участника системы. Вот, алгоритмично. И первое, что, естественно, мы делаем на начальном этапе, это называется входящий поток. То есть, грубо говоря, вы приняли решение, так видно же, нормально. Ну, это не вебинар какой-то, это не мастер-класс, все спонтанно, вот между курией, между уткой и чаем. Не видно было. Итак, вот эта елочка, наоборот. Это называется воронка продаж. И первое, что мы должны, не очень видно, ну, тут просто каракули. И первое, с чего начинается наш бизнес, это когда мы начинаем создавать некий поток, который входит в нашу воронку. Здесь я разделю вот эту штуку на два, две стороны. Вот так, если перейдут вообще, на самом деле будет тру елочка. Но разделю на две стороны. И я сначала расскажу вам про классическую школу. Не тресте, нормуля, отсвечивает так, что как. Итак, сначала я расскажу вам про классическую школу. Итак, что такое классическая школа в создании участника системы? Это когда мы с вами пишем такую штуку, как список. Все знают, да, что ты пришел в бизнес, нужно написать список. Потом мы делаем человеку звонок для того, чтобы пригласить его на встречу. Мы дальше проводим эту встречу и заключаем, ну, по сути, сделку. Сделка. И дальше у нас рождается участник системы, которого мы должны уже дальше запустить, запуск в работу. Вот такой алгоритмик. Это классическая, традиционная схема. Я думаю, что все вы обучаетесь вот поэтому. У кого наставники обучают, как делать вот эти действия? Как писать список, как делать звонок, как проводить встречи, как закрывать сделку и как создавать участников системы? Кто-нибудь был на подобных школах? Один человек из 86-ти. Круто! В общем, были. То есть, понимаете, о чем я говорю? Да-да-да-да-да, были. Благодарю вас за ответ. Ничего себе! Какая школа-то? Школа мастеров. Ух ты! А как же до мастера жить? О, Кир Петренко! Вау! Ничего себе какие люди! Очень приятно тебя здесь встретить неожиданно. Поближе к камере? Окей, вот так. Так? Все? Посмотрели? Двигаемся дальше, да? Мы вообще на краю Украины. У-у-у! Салют! Да, мне вообще... Я, во-первых, рада была тебя видеть, когда мы встречались в субботу, и очень рада видеть тебя онлайн. Кир, привет! И, кстати, кофе, чай там у нас все в силе, да? Я все жду, когда мы с тобой встретимся, после дня рождения, наверное, уже. Итак, почему я хочу с вами об этом поговорить? Вот об этих, ну, скажем, элементах воронки. Потому что на каждом этапе есть элементы, которые могут... О, Румыния, круто! Так вот, на каждом этапе есть вещи, которые могут повысить нашу конверсию. Что такое конверсия? Сейчас я очень... Если вы не посмотрите на мою первую трансляцию, вы знаете, что я верну это слово везде. Даже если я говорю про личные отношения, я все равно могу сказать слово конверсия. Что такое конверт? Конвертируется, переводится. Это означает, что, например, вот вы написали список, и вы сделали звонок. И сколько из этих, из этого списка людей, до какого количества вы, например, дозвонились. А потом, ну да, результатились. А потом сколько из звонков у вас люди пришли навстречу. То есть, грубо говоря, мы вливаем в воронку какое-то количество людей, предположим, 100. Написали на список 100 человек. Сделали, допустим, 100 звонков, обнаружили, что у 20 человек не те номера. То есть, 20 человек сразу отвалилось. Потом, на этапе звонка, у нас, предположим, какое-то количество людей сказали, нет, мне это неинтересно, с тобой встречаться не хочу, до свидания. Мы позвали людей навстречу. И навстречу эти люди, какие-то люди сказали нам нет, какие-то купили продукт, а какие-то люди сказали, да, круто, я буду твоим участником системы. И потом мы начинаем этого человека. Потом часть людей из этих участников системы слилась. А часть людей, что сделала? Начала запускаться в работу. Вот это и есть воронка. Получается, когда мы проходим весь этот этап от начала до конца, и у всех показатели очень разные. Понимаете, кто-то вливает 100 человек сюда, а на выходе получает одного участника системы, а кто-то вливает 100 и получает 80. Я почему хочу с вами об этом поговорить? Не важно, вот сейчас, когда мы говорим, я говорю сейчас, например, сколько людей надо, это вы должны знать про ваши показатели. Я хочу акцентировать ваше внимание. Не важно, какие будут новости на дне рождения компании. Не важно, какой масштаб там откроются нам, и новые рынки, или что-то еще. Но мы все равно с вами, у нас будет все равно такое понятие, как конверсия. Поэтому об этом можно говорить всегда. Конверсия – ваша персональная эффективность на каждом этапе. Чтобы, знаете, мечта идиота, чтобы из 100 человек, вошедших в воронку, было 100 участников системы. Так невозможно. Я не знаю ни одного человека, который способен сделать такую конверсию, но я знаю, что из 10 человек, с которыми я начинаю общаться на тему бизнеса, 8 человек сделают контракт и возьмут продукт. Почему я это знаю? Потому что у меня на всех этих этапах уже отлажена система. Но есть другая проблема. Вот, например, если говорить про меня лично, если многие говорят, о, ну, слушай, у тебя должно быть тогда тысяча человек. Тысяча человек у меня быть не может, потому что есть понятие временного ресурса, и есть понятие, я смотрю по сторонам. То, что сейчас происходит в мире, мы видим совершенно четко, те люди, которые делают максимально быстрые результаты, они не используют такой подход. Вот такой подход, он, может быть, транслируется, как официальный, типа, мы вот так делаем, но давайте по-честному, так никто не делает. Из тех людей, которые сейчас, которые будут стоять на сцене и получать признание о дне рождения компании в максимальных квалификациях. Опа, сам тяну. Это ваша конверсия, не может из 10 человек быть ноль продаж. Не может, это ненормальная конверсия, надо работать. Итак, смотрите, давайте поговорим про другую сторону, потому что это old school, он существует, и мы о нем сейчас еще вернемся к нему. Но есть new school, который тоже нужно учитывать, потому что сегодня максимальные результаты и рекорды, они делаются в понятии new school. Что такое new school? Тот же самый входящий поток. Но если список – это тактика, когда я пишу список, и я звоню людям и иду к ним, новая школа говорит нам о том, что я создаю такие условия, чтобы люди приходили ко мне сами. Это называется, назовите это там, магнит. Я магнит, который притягивает людей, люди идут ко мне и сами говорят, слушайте, я хочу к тебе, я хочу к тебе в команду. Ну и напишу слово магнит, да, чтобы было понятно. За счет чего достигается тактика магнита? Ну давайте я вам сейчас… Это банальный вопрос, вы сейчас ответите очень легко на него, но я пока глотну чаю. Скажите, что такое тактика магнита, за счет чего она достигается? Блюю? Очень мне, очень жаль. Я могу вам… Слушайте, у вас ребенок? Ольга. Там авторитет, интерес, социальные сети, ноже. Окей, хорошо. Ольга, мне кажется, у вас сейчас тяжелый момент, лучше не пишите ничего, чем писать билиберду. Так, правильное действие в соцсетях. Хорошо, люди видят твой результат, хотят работать с тобой. Как они его видят? Откуда они знают об этом результате? Давайте по-честному, откуда вы знаете меня? Ты показываешь свой успех, популярность в соцсетях. Это близко. Откуда вы узнали, что есть я, вот такая Мария Заренок, которая может вам о чем-то рассказать? В соцсети. В соцсети наши все правильно. Из Инстаграма. Вы меня где-то увидели, репост, что-то, я выступала. Это все разные грани. Лайфстайл показываешь. Друзья, конечно, это, назовем это глобально. Кстати, из Ютуба узнали. Ну, Ютуб – это соцсеть. Все в курсе, что Ютуб – это соцсеть. Да? Вот, скорее всего, ну, смотрите, на ДР-компании вы меня увидели, вы уже менеджеры. То есть вы как целевая аудитория, но в некотором смысле мне уже для моего бизнеса неинтересны. Потому что у меня есть своя команда. И если вы уже на дне рождения компании, значит, вы уже не можете подписаться ко мне, потому что у вас есть своя семья, и вы там уже успешно растете. Сейчас, кстати, здесь есть моя семья, которая меня смотрит, и меня это очень радует, что мы все вместе. Так вот, правильно. Сошел медиа маркетинг. СММ. Чаще всего, если вы внешний человек от НЛ, то вы узнаете либо по рекомендации от кого-то, но это такие частные случаи. Серия, знаете, вам звонят. Здравствуйте, я узнала ваш контакт там-то, там-то. Мне сказали, вы делаете такой интересный бизнес, я тоже хочу. Такие ситуации, конечно, да. Такие ситуации, конечно, случаются. Но давайте будем честными. Тогда, ну, это просто те, что делать? Я сижу и жду, пока люди будут меня рекомендовать кому-то. Ну, долгий путь, да. И чтобы тебя рекомендовали, какое количество лояльных людей вокруг тебя должно быть носителем твоей какой-то идеи, что тебя нужно кому-то рекомендовать, да. Да, случается, мне звонят и говорят, что я слышал про вас или мне сказали, что вот вы какой-то там волшебный порошок. Долго. То есть для бизнеса мы не сможем, понимаете, в конверт, в воронку мы не сможем это учитывать. Правильно. Это СММ в основном. Сейчас, конечно же, кто-то мне возразит и скажет, а почему ты не говоришь по поводу лендингов, например, лендинги. Я существую, такая штука, да, человек создает свой персональный сайт и там начинает говорить, какой он клевый, какая у него команда и так далее. Объясни, почему. Вот те опыты, которые были у меня в команде с лендингами, а у нас суммарно уже было создано порядка шести лендингов разного типа, они показали две вещи. Первое. Люди, которые приходят с лендингов, они, вот это хороший вопрос, я чуть позже на него отвечу по поводу, если нет доходов. Так еще как подписывать. Подождите, стоп. Но я же тоже когда-то начинала, у меня не было доходов, у меня 4-3 месяца вообще ничего не получалось. СММ вверху воронки, конечно, да. Мы через СММ создаем входящий поток. Да. Да-да-да. Так вот, мысль моя убежала. Чем я говорила до этого? Вы меня сбили с вопросом. Вот я за это, как бы, перископ, очень мне тяжело с перископом работать. Потому что у меня мысль, я в потоке, у меня мысль теряется. А чем я говорила? Кто мне напомнит? А, лендинги. У лендингов мы выяснили, выявили две штуки. Да. У Андринов, да. Первое. Мы выяснили, что оттуда приходит очень холодный трафик. Да. То есть люди, которые приходят с лендинга, они вас изначально воспринимают как что-то отчужденное, чужое такое. Ну, кто-то там. Ну, красивая фотография. А где гарантия? Что это реальная девочка? Там или мальчик, или кто-то, или бизнесмен. Ну, то есть, понимаете, меня иногда в офисе встречают люди и говорят, знаете, реально поскольку, а можно с вами сфоткаться? Ну, да. И они говорят, слушайте, а я вот думала, мне все, я когда ваш ролик кому-то там показал, мне сказали, что вы нанятый кто-то там, и вас не существует. Или это псевдоним, это как бы специально спланированная какая-то акция, что наняли человека, который плохо, но искренне говорит про бизнес. Ну, то есть, как бы с ошибками, ну, то есть, все как надо, как будто бы человек из народа, такой хоп, и сделал свой блог. И вот я удивлен, что вы существуете. То есть, понимаете, то есть, даже люди, видя, что я многие вещи рассказываю прямо из жизни в блоге, они, тем не менее, не верят и считают, что это какой-то человек, который не верит, ну, купленный за деньги это делает. Мне за ведение блога, поверьте, никто не платит. Понимаете, это не абсолютно мое детище, это у вас не было, а у кого-то есть, у людей. А представьте себе, человек на лендинг зашел, а где гарантия, что это еще не фотография, не из интернета, что это реальный человек. Короче, контакт очень тяжелый идет, очень низкодоверительные отношения сразу, то есть, они, по сути, как, ну, холодный контакт, но с выявленной потребностью, которую сам вам написал. Это первое. Второе, есть такое понятие в лендинге, как стоимость лида. То есть, смотрите, лендинг делается для чего? Делается некий оффер, запускается с разной технологией, типа, там, директа, там, и так далее, для того, чтобы люди, видя какую-то рекламу, приходили к вам на сайт и оставляли заявки. И вот эти рекламные действия, они стоят каких-то денег. И понимаете, ведь есть такое понятие, вот, нужно понимать, что человек, который, человек, который начал пользоваться продуктом на свой контракт и взял две банки Energy Diet, да, он приносит нам, по сути, 980 рублей при условии, что мы активные партнеры, да. То есть, грубо говоря, нам нужно, чтобы понять, как, сколько стоит у нас вот эта вся вот история, нам нужно вычислить, сколько людей, сколько нам нужно дать рекламы, чтобы у нас появился один вот такой человек. И понять, окупается вообще с этой историей или нет. И мы выяснили, что очень высокая стоимость лида, то есть, не окупается, трафик с лендинга, он не окупается. Если сравнивать social media marketing, то есть, продвижение через соцсети, то, как правило, 90% манипуляций, которые вы там делаете, оно бесплатно. Вы платите только за обучение. Некоторые не платят, некоторые действуют интуитивно. Но я в этой ситуации сторонник профессионального осознанного подхода, я плачу. То есть, я проходила и у Сережи мастер-класс, я была на других тренингах, я сейчас еще пойду изучать разные моменты. У меня есть профессионалы, которым я плачу, которым мой YouTube исследует, смотрят, как там что, дают мне рекомендации, выкладывают ролики как-то там. То есть, я понимаю, что я могу делать все сама, но еще зачем тратить свое время жизни, если есть уже люди, которые потратили время жизни на то, чтобы стать в этом экспертами, я просто покупаю эту экспертность. И получается, что мне это выгоднее. То есть, мое время стоит дороже. Ну, то есть, делегирую, по сути. Но это то же самое, что, например, я не знаю, сейчас привести пример. Сейчас я заказала утку в ресторане. Понятно, что если ты купишь, приготовишь утку дома, это будет дешевле. Не-не-не, я туда не пошла. Слушайте, извините, 44 тысячи за курс про Инстаграм, из которого 50% у меня уже внедрено, но это как бы too much. 44 тысячи стоит курс у БМа. Некоторые тут говорят, что там дорого заплатить десятку за обучение. Без проблем, бизнес-молодощь, 44. И причем там очень много есть вещей, которые по факту не нужны, которые вы в ходе... У меня лично, конечно. У меня вот со вчерашнего поста уже прилетело 9 человек, которые... Я просто делаю действия, закрываю, пишу этот пост с определенной конфигурацией, делаю до этого. Ну, короче, там много аспектов, мы сейчас не про это. Эта тема сегодняшняя не про СММ. Я просто говорю про то, что есть такая тактика. И СММ, он здесь присутствует. Дальше. На этапе звонка, смотрите, если здесь мы думаем о том, кого включить в список, как его расширить, здесь мы думаем, как правильно строить СММ. И мы здесь, здесь мы делаем звонок. Вопрос, что мы делаем на уровне звонка в новой тактике? Что? Вот если здесь, в этой тактике мы учимся грамотно людям звонить и закрывать их на сделку, и, к сожалению, 90% того, что я слышу в офисах во время звонков, я понимаю, что ребята не докручивают. Ну, то есть как бы не то, что не докручивают, сливают списки, неправильно звонят. Понимаете, конверсия звонков должна быть 80%. Вы делаете 10 звонков, из них 8 человек говорят вам «да». Если у вас не так, ребята, вы неправильно звоните. Есть технологии, как звонить вот так, как я говорю, и к этому нужно стремиться. Так, писать посты? Нет. Вот вы уже здесь создали посты, вы создали страницу, вы создали посты, вы привлекаете аудиторию, аудитория с вами вступает в контакт. Лид пишет вам, говорит, я хочу. Вот у меня, я недавно делала пост. Ой, кстати, можно я сейчас поругаюсь немножко? Вы не поругались? Я сейчас офф-топик скажу немножко матерных слов. Удержать. И удержать. Я вчера сделала пост с Мерседесом. Ну, там из серии «Хочешь Мерседес?» и «Давай, позвони мне». И мне люди начали оставлять комментарии. Я написала, что кто кому интересно, ставьте комментарий, я вам вышлю информацию. И вы знаете, прикол в том, что, ну, было сейчас менеджеров, это как бы понятно, непонятно, зачем менеджеры пишут. Это же понятно, пост для новичков, то есть что они хотят, чтобы я прислала ссылку там на сайт или, ну, как бы, свое предложение какое-то. Но я начала, у меня появилось 9 лидов, которые сказали, да, интересно, мы начали переписываться. И вдруг они мне начали высылать информацию в личку принтскрины людей из НЛ, которые пишут этим людям в обход меня и говорят, ой, давайте я с вами, я готов с вами пообщаться там из серии, вот сейчас давайте я вам позвоню и зарегистрирую вас, если вам интересен бизнес. Ой, а мы делаем бизнес вместе, и давайте я сейчас как бы вам все объясню. Не из моей структуры, люди. Я уже знаю, какие люди, они из Новосибирска, я знаю еще структуры, это не структура вау-порно, кстати. Да, это как бы, ну, потому что такие часто мне жалуются, что ребята часто бывают, вот кто-то там, понимаете, ну, то есть я уже их заблокировала, я не буду жаловаться наставникам, не буду говорить, кто, но я, скажем так, от этих ребят я не ожидала, что в их структуре могут так себя вести. Мне кажется, это прям, ну, блин, ну, в этот момент они просто дискредитируют команду. Ну, понятно же, человек не из моей структуры, пытается у меня на странице переманить человека. Ну, что за, я не удивлюсь, что если человек, это даже не это день рождения компании, зарабатывает 3000 рублей. Конечно, непорядочно. Я, ну, я забанила этих ребят. Работа для всех. Нет, они конкретно начали в директ писать людям, которые под моим постом оставили сообщение, что нам интересно. Так вот, вот то, что вы сказали. Какую информацию вы пишете в первую очередь людям, которые просто интересуются в Инстаграм? Правильно, вот в директ пишут, правильно. Вот таких буду банить, ребят, и как бы до свидания. Если узнаю у кого-то, то буду банить. Пост про это писать не буду, даже не хочу эту грязь поднимать. Короче, друзья, вот вы сейчас сказали ключевую вещь. Какие, что я пишу тем людям, которые проявили интерес? Это то, что идет на уровне звонка. И это называется скрипты, скрипты. Кто-нибудь знает такое слово? Скрипты. Кому-то знакомо из вас? Знакомо. Супер. Два человека знают. Что такое скрипт? Это как раз то самое, что я пишу людям, которые сказали мне интересно. И от того, что я им пишу, зависит, захотят они со мной общаться дальше или нет. Потому что я, честно вам скажу, я экспериментировала с разными скриптами. И вот с длинными, и с короткими, и с закрытием там на что-то, и с какими-то внутренними вопросами, и с шутливыми. Короче, я для себя сейчас на данном этапе, у меня есть некая идеальная формула, в которой 60% людей начинают со мной общаться, обсуждать детали, не пропадают. Но до этого я слила много людей, потому что я писала неправильные скрипты. Но, кстати, у тебя приходят 10 заявок через интернет, и ты их радостно сливаешь, потому что ты человеку начинаешь с ним общаться неправильно, не так, как надо, на того, чтобы закрыть его на сделку, на участника системы. Это тоже отдельное искусство. Это что-то между копирайтингом и продажами. Вот и спросили меня, что-то как правильно делать через онлайн. Конечно, Кира, о чем ты? Ты пока на тебя не была, мы тут уже далеко ушли вперед. У нас контракты пачками регистрируются просто через онлайн. Поделитесь? Сейчас нет. Сейчас не поделюсь. Как надо. Это отдельная вообще сейчас история. Я сейчас не буду… Смотрите, у нас еще тут формула, и у меня еще текста, ну, идей, вернее, текста. Все. Идеи, что хочу вам рассказать, еще много. Итак, значит, скрипты. Встреча. Дальше после скриптов, естественно, также идет встреча. Но встреча у нас может быть как в онлайне, так и в оффлайне. Сегодня для экономии времени очень часто я встречаюсь с людьми по скайпу, и это действительно очень удобно, и зачем вот так вот я села в кафе, взяла кофе и вот так вот поговорила, как с вами сейчас. Иногда бывает, люди регистрируются без разговора даже. То есть просто человек, мы с человеком пару обмениваем с определенными скриптами с моей стороны, ответы или с его стороны, и в итоге я его закрываю на сделку. Леша, в офисе прекрасно, но если есть возможность личного контакта, понимаете, когда вы работаете через СММ, вам прилетают люди со всей России. С кем-то из них вы просто физически не сможете встретиться, пока вы не встретитесь на дне рождения компании. Вот у меня сейчас на дне рождения компании приезжают люди, которыми я познакомилась через интернет, это был входящий поток, сейчас они приезжают, и я очень жду знакомства с ними. Я может даже некоторые из них даже сейчас смотрят или будут смотреть трансляцию, потому что они уже свои по духу, они уже наши, это уже семья. Но я их еще не видела вживую ни разу. Понимаете? И это круто. Это вот возможности бизнеса нашего. Ты можешь делать бизнес, заказав чашечку кофе, заказав утку. Слушайте, смотрю на свою утку, короче, и понимаю, ладно, будет меня мучить утка. Итак, встреча. На встрече задача тоже закрыть на сделку, естественно. Сделка – это вот участник системы. Вот все у нас сводится к сделке. И что я вам хочу сказать. Есть несколько вещей. То есть с воронкой продаж понятно? С понятием конверсия понятно? Значит, для того, чтобы… Есть люди сегодня в НЛ, которые используют только вот этот старый подход. Ребята, я не хочу вас расстраивать, если вдруг вы сейчас смотрите это видео. Если вы будете так работать, то вы очень сильно отстанете от тех, кто использует оба подхода. Есть люди в нашем бизнесе сейчас, которые используют только такой подход. Вот такой. Я не хочу никого расстраивать. Особенно есть люди, которые, в принципе, не свой СММ создают, а люди, которым просто дают входящий поток, и они просто работают менеджерами по распределению людей. Ну, то есть, грубо говоря, это люди, которым дают готовых лидов. Эти лиды, они просто ими распределяются. И среди таких людей есть люди сейчас в достаточно высоких квалификациях, которые есть сделаны за счет входящего потока. Но когда, например, я иногда слышу, как эти люди проводят встречу или они не звонят практически никогда никому, когда я слышу, как они проводят встречу, что они там говорят, я понимаю, что там нет никакой осознанности. То есть, если этого человека, образно говоря, пустить в какой-то новый регион без интернета и сказать ему, давай построю структуру, естественно, он это сможет сделать, только если он будет нарабатывать новые навыки. Это не значит, что он не сможет этого сделать. Он сможет, потому что он является по природе лидером, харизматом и очень кайфовым человеком. Как кто дает? Те, у кого есть входящий поток, те и дают, наставники дают. Соответственно, просто вам нужно понимать без иллюзий, что если человек делает крупную квалификацию… А, без проблем, да, конечно. Если человек делает быстрый результат, при котором с учетом средней конверсии ему нужно проводить по 60 встреч в день, и он делает, ну, я оцениваю, допустим, квалификация сделана за два месяца, определенная квалификация, определенный оборот. Я понимаю, что человек должен в офисе жить. А если он при этом говорит, что он работает два дня в неделю, понимаете, это никак не коррелируется. Значит, что? Значит, идет входящий поток, распределяется по нужным ногам и происходит рост. Но, какой мой подход? Я, как бы, вот почему, например, сейчас, умея делать хорошо вот это, почему я не делаю это с утра до вечера? А, кстати, вот как вы думаете, почему я вот, имея, умея, хорошо знаю вот эту старую систему, обладая навыками? Я вам приведу пример. Я когда слышу сейчас, как люди, например, закрывают сделку возражения на встрече, сейчас очень часто популярно в офисах стало такое, работа с возражениями вот такая. Сейчас приведу пример. Это же химия. Ты считаешь, что это химия? Иди в жопу. Еще такой, ну, в разных вариациях. То есть, а ведь возражения, это же колоссальный ресурс. На самом-то деле. Многие люди, давайте по-честному, кто боится возражений? Вот есть среди вас люди, которые боятся возражений? Понимаете? Но, смотрите, если вы будете на возражение, на любое возражение, несогласие с вашим мнением отвечать, иди в жопу, причем ты в разных вариациях, от матерных до деликатных, типа, слушайте, давайте так, суть вообще в другом. Причем здесь как бы химия, порошок, в какая разу еще продавать, ну, понимаете, то здесь, грубо говоря, какое дуплицирование будет задаваться в такой системе. В итоге получится группа замотивированных, необразованных людей, которые не умеют делать базовые вещи, которые нужны в продажах. В чем ресурс по работе с возражениями? Когда вы работаете с возражением, когда вы с ним грамотно работаете, не отвечаете на него. Понимаете, реакция на возражения, например, там, это химия, это не химия, это сразу слив. То есть все, до свидания. Не-не-не, не надо никого защищать, не надо никого рвать на части, вообще ничего в процессе вмешиваться не нужно, нужно делать свой процесс. Вот самая большая ошибка при работе с возражениями, это я сейчас говорю, допустим, как докручивать конверсию на встречах, потому что возражения чаще всего встречаются на встречах. Так вот, как их докручивать? Ну, допустим, как что можно? Если вы реагируете, это ты сейчас отвечаешь на возражения, нет, так с возражениями не работают. Возражения нужно работать с вопросами, нужно уточнять, нужно куда-то выводить. Вообще задача возражения, если возражения есть, еще человеку не хватает гарантии для того, чтобы согласиться с тем, что вы предлагаете. Ваша задача понять, в чем там пробел. Если вы поймете в процессе диалога, правильно, есть интерес, но есть какие-то сомнения. Если вы поймете в процессе диалога, в чем эти сомнения, в чем интерес, в чем плюсы и так далее, то вы фактами апеллировать, так, сейчас закончу мысль, то вы получите осознанного партнера. Понимаете? Осознанного. Я, например, не люблю групповые презентации, не потому, что они не работают, они очень круто работают. И есть люди, которые не способны проводить не групповые презентации, потому что эффект такой, знаете, стадности. Все пошел, и я пошли. Вы выцепили кого-то, тот потянул кого-то. Но, например, я лично люблю диалог. То есть я люблю с человеком пообщаться и понять, что он конкретно, в чем его мотив, чего он хочет, что им интересно, почему вдруг так как-то получилось. Таким образом я, по сути, формирую, могу таким образом сформировать окружение интересных мне людей, которых будет объединять общее дело. Бизнес НЛ. У меня есть масса очень кайфовых людей, которые активно бизнесом не занимаются, но при этом я очень рада, что благодаря бизнесу я с ними познакомилась. И я их познала, узнала, кто это такие, вдохновилась их делами, профессиями, перспективами, которые у них есть и так далее. Это, возможно, за счет того, что вот это индивидуальное общение сложилось. А многие люди этого боятся, потому что они не знают, им сказали, я подумаю, они такие, он подумает, все, слив. Я подумаю, это колоссальный ресурс. У меня скоро выйдет ролик на эту тему, на тему возражений я подумаю. Ну ладно, не суть. Короче. Так вот, отвечаю, я задала вопрос, как вы думаете, почему вот по этой системе, зная ее досконально, я сейчас не работаю активно, не провожу 15 встреч в день? Как вы думаете? Литература по СММ эффективной я не знаю вообще. И по звонкам тоже не знаю. Sorry. Устарела уже система. Смотрите, устарела система только если одна эта система. Правильно вы тут сказали, буду уже указывать палочками. Слушайте, почему я здесь сегодня одна? Потому что, смотрите, вот это, это то, что для меня абсолютно не знакомо. То есть, вот допустим, я сегодня у меня, завтра у меня выйдет ролик по поводу СММ, у меня сейчас будет выходить серия роликов про интернет продвижение. Так вот, я там это как раз рассказываю. Я год назад у меня было 2000 человек подписчиков во всех соцсетях. Ну, там 2 с копейками. Или в декабре. А сейчас у меня суммарный охват порядка 40 тысяч. И он дает результат. За счет чего? За счет того, что я начала осваивать новую для себя профессию, по сути. Ну, становиться сам себе карманным СММщиком. Но я не СММщик. Я просто хочу, понимаешь, как в продажах. У меня подход ко всем процессам осознанный. Соответственно, я начала изучать, как это работает. То есть, быть, быстро чему, какие сети, как что, как вот эти скрипты. И постепенно я инвестирую время в то, чтобы сформировать собственную экспертность и компетентность в этом вопросе. Потому что я никакая не звезда. У меня я не пою песни, я не снимаю клипы. Я не Тимати. Я не тусую с Тимати, чтобы ты тусуешь, что у тебя аудитория просто прилетает и так далее. То есть, просто, ну, по сути, нет никакого специального ресурса, который может работать на рост бизнеса. А, кстати, по поводу Черняховских, да, Ани и Олега. Вот это же очень колоссальный ресурс, что они использовали свою франшизную сеть фотостудий. У меня одни знакомые хотели купить у них, ну, знакомые, это далеко знакомые, через там 5 поколений, но просто как бы пожаловались. Типа, хотели купить франшизу, я не знаю, может, это байка, может быть, как бы, ну, не знаю. Они не в НЛ, они хотели, или в НЛ, подождите, я не помню, короче, они хотели купить у них франшизу. И оказалось, что купить франшизу могут только те люди, которые не из НЛ, потому что в франшизу вшито НЛ. То есть, если ты хочешь снимать, как они, то ты можешь только прийти туда, и если ты начинаешь снимать, как они, то ты начинаешь, в том числе, заниматься бизнесом в их структуре, в том месте, которое тебя поставят. И это круто, потому что это очень прикольная бизнес-модель. Мне кажется, сейчас наступило то время, когда ты, занимаясь селф-брендингом, и будучи не просто сетевиком, а развиваясь разносторонне, разнопланово, в разных аспектах жизни, можешь создавать гораздо больше входящий поток, в том числе в бизнес. Прайм-тайм похоже. Ну да, ребята, у них франшиза по поводу что-то спорта, да, в Новосибирске, я с ними лично не знакома. Что-то слышала такое, да, там с магазина, не магазина, а метод тренировок, по-моему. Сеть клубов, окей, сеть клубов, ну круто-круто же. Да, вы сама по себе очень крутая, правильная бизнес-модель. Так вот, поэтому работать, ребят, вот если вы приходите в бизнес, и вам говорят только вот это вот, ребят, не будет роста глобального. Будет очень, и знаете, люди, которые идут только, развивая себя только в этом аспекте, сегодня очень низкая скорость. Понимаете, один человек, даже не будучи просто новичком в СММ, настроив все правильно, получает 5 заявок в день, а вы даже проводите 10 встреч, да, например, но у вас энергозатратность больше, потому что он настраивает, он сначала тратит время на изучение, на настройку там и так далее, но потом ему начинают капать заявки регулярно, а вы начинаете вот здесь вот обкатываться, причем этот же человек, он же и в этом плане совершенствуется тоже, это две грани. Мой подход в том, чтобы развиваться и в этом, и в этом. Я считаю, что нужно наращивать экспертов и в области, как правильно работать со списком, заниматься нетворкингом, правильно звонить, правильно настраивать СММ, использовать правильные скрипты и грамотно проводить встречи. А встречи это как раз-таки вот эти все возражения, закрытие на сделку и потом завтра. Либо посты тупые с до и после, либо с банкой, либо про бизнес. Так, что не работает? У вас не работают тупые посты? Не работают. Тупые посты с банкой до и после, они уже не работают. Жопа на фоне банки не работает, потому что этого уже миллионы. Да, про СММ была предыдущая трансляция, как раз вот мой партнер Сергей Еленин, у которого я учусь этому, который учит этому очень круто, и в команде уже есть результаты. Вот он как раз этому обучает. За деньги, я считаю, что недорого, потому что его предложение в том, что вы, не говоря, только от вас узнала. Ну, круто, что узнали. Теперь, когда вы узнали, вы знаете, в каком месте вам нужно наращивать. Скажите, всем понятна вот эта схема? Вы меня можете спросить, не дура ли я, что я людям из параллельных структур рассказываю все это. Меня иногда спрашивают, зачем ты даешь бесплатно и в открытом доступе столько информации? Слышите, понятно, круто, рада я. Знаете, есть такое понятие, как бы про... Да, Еленин, да-да-да-да, вот это как раз мы с ним. Сравнение порции еды и кофе с круассаном. Прекрасно, это уже глубже, это прикольно. Ой, да ладно, пропали бы вы, не пропали бы. Я такая же рыба. Рыба, Татьяна, вы рыба. Это что значит? А, я не рыба, я стрелец. Так вот, почему я это делаю? Потому что есть понятие команда. Я воспринимаю как команду всех в мире НЛ. Мы все одна большая команда, ребят. Я просто понимаю, что сейчас в некоторых ветках эта история просаживается. Не просаживайте. Вот смотрите и так далее. Рыба с головой растет. Да я пришлю вам в чат, вам-то вообще повезло. Это у вас в чате все будет, и вопросы любые можете задать. Ты просто не сначала слушаешь. Все, круто. Я сейчас по итогам трансляции все в чат пришлю. Даже, может, сейчас пришлю. Сейчас. Тань, сейчас я пришлю вам в... Сейчас. Сейчас все будет. Так вот. Здесь же есть еще аспект один, про который я хочу с вами поговорить. Так, про селф-брендинг. У меня тут несколько пунктов. Про селф-брендинг я вам сказала. Про обучение я вам сказала. Про конверсию я сказала. Нет, дело не в том, что не в этом. Запуск я иду. Так, сейчас. Секунду. Извините, я просто в чат кину информацию. Слушайте, у меня вообще нет наставника. Ну, как бы вопрос не в наставнике. Вопрос в вашей проактивной позиции. Трансляции про скрипты не будет в ближайшее время, потому что я считаю, что эту информацию нужно изучать только от экспертов. И я в этом пока не эксперт. Вот. Поэтому трансляции по... Это вам к Сергею Еленину нужно обращаться. А не ко мне 100%. У него как раз в мастер-группе, вот вчера было занятие, по-моему, или позавчера, разбирали скрипты. Я учусь у него. Поэтому тут как бы... Сейчас, извините, я в чат отправлю ребятам вход по паролю. Тут мне из интернета уже вылетело. Так вот, по поводу наставничества я хочу сказать. Вы знаете, всегда трава кажется зеленее где-то там. Вы ошибаетесь. Мне очень нужен наставник. И я иногда чувствую потребность в этом. Но просто наставником может быть не обязательно человек, который в бизнесе НЛ. У меня есть люди, которые меня вдохновляют. И они не из бизнеса, но те принципы, которые они исповедуют, и с которыми со мной делятся, они работают в разных... И в этой отрасли тоже. Когда я начинала, у меня был наставник. Мой наставник Владимир Кондаков. Вот. И у меня наставник очень крутой, который был, который меня наставил на принцип осознанного подхода вообще в бизнесе. И именно формировал меня как эксперту. Как? Вы напишите ему в контакт. Вот эта мастер-группа, она не только для моих, она потому что платная, она платная и для моих, и для любых структур она платная. Поэтому это без разницы. Слушайте, я не могу войти в интернет. Сейчас. Sorry. А, вот. Log in. Сейчас я просто отправлю ребятам в чат, чтобы те, кто из чата смотрит трансляцию, они могли посмотреть. Секунду. Я из... Вот, вот, вот. Да, благодарю за помощь. Сейчас. Так, все, ребят, я выложила в чат. Выложила в чат. Выложила. Если в чат, ничего не видно, да? Хорошо, я выложила все в чат. Танюш, проверяй. Сейчас оно уйдет и будет. О, привет, привет. Так вот, по поводу... Давайте в несколько моментов по поводу вот этих наставнических. Вы знаете, я вас уверяю, у меня в команде есть люди, которые считают, что я очень неудобный, некомфортный и плохой наставник. Это 100%. Так же, как и, например... То есть это вечная тема. А вот там было бы, может быть, лучше. А может быть, меня бы там лучше понимали. А может быть, мне бы там лучше дали. Или что-нибудь такое. Вопрос не в этом. Вы делаете бизнес для себя. То, куда вы попали, это судьба. Это как бы так должно было быть. Если вы будете идти по пути роста, вы наберетесь опыта там, где вы есть, и вы вырастите. Не наставник определяет, вырастите вы или нет. Кто-то иногда говорит... Сейчас есть такое мнение, что вот хорошо, там дают входящий поток. Ну вот, ты ничего не делаешь, тебе дают готовых ледов, и ты просто их обрабатываешь. Ребят, да, возможно, для кого-то это хорошо, но в этом, в этой позиции нет, нет, в ней, я уже говорила, в ней нет осознанности. Ты работаешь администратором по обработке входящих заявок. Хорошо? С точки зрения денег, да, с точки зрения личной экспертности, нет. Вопрос, что, какая у вас позиция? Моя позиция, человек, это проактивная позиция. Роста, развития и наработки опыта. А очень много есть открытых источников, где этот опыт можно черпать. Поэтому берите силу там, где вы есть, и у тех, кто вам нравится, берите силу у мастеров за деньги, вкладывайте собственное обучение, внедряйте технологии. Например, берем с лендингами. Мне кажется, что с лендингами наши эксперименты, ну, мы все попали на день заражения на деньги. Ну, потому что мы сделали лендинги, оказалось, что они не очень хорошо работают. Кто не смотрит трансляции до этого момента, вы можете в середине посмотреть. Я там разбираю, почему они плохо работают. Но, во-первых, это не значит, что они не могут сработать у вас. А, во-вторых, мы получили просто колоссальный опыт. Да, мы за деньги купили себе опыт. Самому искать, а не обрабатывать готовых людей. Ну, да. Вот, например, у нас в структуре тоже бывают ситуации, когда я даю людей, которые ко мне приходят, что я физически мне не нужно. Вот сейчас, вот в ближайшее время, я буду в феврале, я буду подписывать людей в первую линию курса каллиграфии. У меня в чате, в командном, я же вам говорила про курсы каллиграфии. Вот у меня уже злобная рожица прилетела на тему курсов каллиграфии. Я пойду, пойду. Вот они, мои любимые, меня стебут, потому что я пишу как курица лапой. Окей. И опять у меня мысль улетела из-за языка. Катя, ты сбила мою мысль, ты на меня даже трансляцию не смотришь. Так, что я хотела сказать. Короче, у меня на самом деле есть идея в будущем, она еще не оформилась, но есть идея проводить, возможно, мастер-классы конкретно централизованы по каким-то важным темам. Важные темы, как я считаю, это темы, про СММ, понятное дело, я вещать не буду. Вот сейчас я буду, вот сейчас людей, которые сейчас приходят, я буду подписывать к себе в первую линию, правильно. Но вообще у меня есть опыт, когда я отдаю самым, как мне кажется, то есть я смотрю критерии активности определенные есть мои лично. Это активность в СММ, это профессиональный подход, это определенный темп работы. И я отдаю людей туда. Да, это как бы нормально, я думаю, что многие наставники, у кого есть входящий поток, они в принципе как-то это распределяют. Но я отдаю только тем людям, которые способны и сами работать без этого. Моя задача не усилить слабого, а усилить сильного этим входящим потоком. Поэтому если человек просто подписался, я сразу ему дам людей, нет, такого не будет. Даже если у меня будет входящий поток, как у некоторых сейчас есть у нас в бизнесе, по 500 человек в неделю прилетает, понимаете, даже при таком раскладе людей нужно отдавать в правильные руки, потому что сейчас огромный пласт людей вообще не понимают, что делать, не умеют работать и часто пишут, Маша будет качать ноги. Да, сегодня я уже качала ноги вместе с моим тренером. Неделю не занималась, что-то было не до этого. Сегодня покачала, у меня так подкачивает немножечко. Я обычно собственным весом, но сегодня Стас нагрузил короче мои ноги какими-то там грифами и всякой лабудой. Ладно, друзья, по текущему, а, вот я говорила, что у меня есть идея, да не за что, да-да-да, вообще Стас просто, мой тренер, он в инстаграме его увидели, он очень суровый, сегодня у меня была индивидуальная тренировка. Короче, с этим кружочечком, я надеюсь, вам понятно, вот она воронка результата, вот она конверсия, в чем нужно нарабатывать скиллс, становиться экспертом. Как идея, у меня есть идея организации мастер-классов по разным аспектам вот этого, вот этой воронки. Может быть, это будут какие-то, типа, вебинары двух-трехчасовые, например, там, по работе с возражениями или еще какое-то. То есть, если у вас есть какие-то, смотрите, я задам вам такой вопрос. Были бы темы, которые были бы вам конкретно интересны в формате, например, вебинара или мастер-класса? Если да, которые бы вы хотели, чтобы я осветила вне контекста, там, структуры и так далее, то вы можете написать мне в контакт и сказать, какие темы были бы интересны. О том я уже подумаю. Может быть, у меня что-то родится, какое-нибудь предложение или идея по поводу того, чтобы делиться своими знаниями. Потому что в последнее время так как-то, естественно, так получилось, что меня пригласили с спикером на какие-то, ну, на несколько разных, ну, узнаете скоро. И это не связано с бизнесом НЛ, это связано именно с понятием, там, наработки личной экспертности, там, и так далее. Поэтому, может быть, я, может быть, обучения будет больше. Мне это интересно в любом случае. Поэтому жду вашей идеи и предложений я в этом вопросе. И по поводу вот этой воронки, в принципе, все понятно. Сколько мы с вами уже сегодня общаемся, я не могу посмотреть. Я надеюсь, что это было полезно. По поводу воронки у меня на сегодня, наверное, все. Потому что есть очень большая тема по поводу селф-брендинга, но я предлагаю дождаться дня рождения компании и поговорить об этом после. Потому что после у нас будет еще много тем. Сегодня у нас, кстати, на канале еще выйдет наш партнер Игорь Мерлин. Я не знаю, какая у него, ой, вообще, школа кондаковых, это прям вообще огонь. Школа кондаковых еще будет, я буду о ней рассказывать. Это очень крутой проект. Это проект по наработке экспертности как раз-таки, очень крутой в области ЗОЖ. Сегодня у нас еще будет здесь выходить один из партнеров нашей команды, Игорь Мерлин. Я не знаю, какая у него тема, по-моему, после 9 часов он о чем-то будет говорить. Он, в общем, очень интересная у него денежная практика, у него есть своя тема, связанная с инфобизнесом. Там, в общем, посмотрите. И, возможно, завтра или послезавтра вы познакомитесь с Ольгой Лобуевой, которая будет говорить про управление финансами. Она топ-менеджер, ну, не буду говорить. В общем, работает на очень крутой позиции, в очень крутом банке. И очень много знает про финансы. Это тоже важный аспект, его тоже, по сути, нужно знать. Все, благодарю вас за сегодня. Мне было очень прикольно. Много сердечек, нет, мало сердечек надо говорить. Давайте больше сердечек. И так далее. Все счастливо, на связи. Жду вас в ВКонтакте, ваши пожелания на будущее. Счастливо.